Мы встречаемся с уполномоченными лицами за то или иное направление на официальных мероприятиях. Вот мы приглашаем на совещание, которое будем проводить представители Минстроя регионального, представители прокуратуры, Стройнадзора и задаем вопросы. Не всегда это проходит гладко, не нравятся неудобные вопросы, но мы встречаемся официально, потому что нам важно принять решение. Зафиксировать сроки устранения, либо когда какая будет карта дорожная разработана. На таких мероприятиях кулуарно мы не встречаемся. Как выстраиваются отношения с руководителями в республике и города у Мурятского регионального отделения УНФ? На мой взгляд, неплохо. В общем-то, какого-то игнорирования наших вопросов практически нигде не замечено. И даже само по себе интересно, что сегодня мы находимся в телестудии именно городского направленности, и при этом вы нас принимаете поддержку, выслушиваете и даете информацию. Это говорит о том, что все идут на сотрудничество, потому что все понимают, что это одно общее дело. Это улучшение качества жизни наших людей, это улучшение качества самого климата в нашей стране. И я понимаю, что здравый руководитель только приветствовать это должен. Мы берем его работу на себя, то, что он должен выполнять по своим обязанностям. Поэтому они здесь должны только радоваться и, в общем-то, поддерживать, идти на встречу. У нас складывается, не сказать, что тесные, близкие, но достаточно хорошее рабочее отношение. К нам приходят и представители ведомства, и министры, и замминистры. И были несколько встреч с главой, где как раз они давали нам информацию, отчет по исполнению майских указов президента. Была у нас встреча с главой администрации, где также был полный отчет по исполнению майских указов. И это все находится на контроле. Были там замечания со стороны Общероссийского народного фронта. Мы надеемся, что они постепенно будут устраняться. И вот один из таких хороших моментов, вот Евгения Васильевна, наверное, подробно расскажет. Это новый проект, который называется «Карта жизни». Это именно по снижению аварийности на дорогах, потому что наша республика, к сожалению, не оказалась исключением. У нас также очень высокая аварийность и количество гибелей на дорогах. Этот великолепный, я считаю, проект, который необходим обязательно, чтобы он у нас в республике начал внедряться. И тогда мы, может быть, спасем не одну человеческую жизнь. Но я думаю, Евгения Васильевна лучше расскажет. Евгения Васильевна, я прошу прощения. Буквально, если можно, коротко рассказать о новом проекте, потому что я понимаю, что он только-только зарождается, только-только входит в жизнь. Мы еще о нем подробно узнаем, конечно. Проект «Карта жизни» направлен на снижение смертности путем выявления опасных участков на автомобильных дорогах. Посмотреть карту аварийных участков Улан-Удэ вы можете прямо сейчас на нашем сайте. Народная экспертиза, вкладка «Карта жизни», потому что визуальная картинка, вы увидите концентрацию опасных мест, потому что ранее эта информация не была представлена. Сейчас, благодаря нашему взаимодействию с ГИБДД, ГИБДД открыла данные по опасным участкам в разрезе каждого субъекта, каждого муниципального образования. И мы пилотную версию нанесли. Чтобы, ну, знаем, едем в поездку, надо представить визуальный ряд. Поэтому карта уже есть. Что нужно делать? Если мы понимаем, то есть я хочу сказать, что уровень смертности в Бурятии, в Бурятии, конечно, выше, чем в Российской Федерации. То есть если в Российской Федерации 18 человек на 100 тысяч, в Бурятии 21. Но каждый день в Бурятии гибнет 13-14 человек. Это очень много. Поэтому здесь нам важна помощь активистов, общественного контроля, привлекать внимание. Если мы будем понимать, где концентрация аварийных участков, группа активистов, благодаря нашим рекомендациям, то есть разработан инструментарий, методические указания, инструкции, что нужно делать. Совместно с ГИБДД, здесь мы работаем, эксперты, народные активисты ГИБДД выезжают на место, смотрят, а что можно сделать. Вы можете спросить, а что до вас это никто не исследовал? Иногда бывает так, понимаете, иногда ГИБДД бьется три года с администрацией, чтобы установить светофор. Установка светофора длится от полутора до двух лет. И здесь необходимо спрашивать с администрацией, то есть это взаимодействие. Давайте объединимаемся наконец-то. Общественники, ГИБДД вот в этом вопросе, администрация. И спросим, а почему деньги в региональной программе идут только на установку видеокамер? А давайте и ноль средств на организацию пешеходных переходов, где происходит гибель. Поэтому вот наша такая задача дать этот инструмент активистам, во-первых, показать данные визуально, объединить усилия и снизить смертность. Спасибо большое, уважаемые гости, что пришли, ответили на наши вопросы, нашли время прийти в нашу студию. Удачи вам в ваших делах. Надеюсь, мы еще увидимся с вами. До свидания. Это была программа «Спросим прямо». Любите по-настоящему свою родину и пусть наша жизнь будет безопасной и комфортной. Смотрите телеком. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова